Приветствую, друзья! Как известно, мобильные ЦАПы изначально появились как некоторый компаньон для проводных внутриканальных наушников. Подобное ограничение основывалось на небольшой выходной мощности устройств и высокой чувствительности данного класса наушников. Но время шло и сегодня эти маленькие девайсы способны выдавать мощность, превосходящую некоторые Hi-Fi аудиоплееры. Так, Audirect Beam 3 Pro базируется на полноценном конвертере ESS ES9281 AC Pro и двух встроенных усилителях от Oppo, что позволяет похвастаться аж 150 мВт мощностью на 32 Ома нагрузки. Причем не на балансе, а на классическом 3,5 мм выходе. А это уже огромнейшая редкость. Куда же применить подобную мощь? Ну, например, на в меру тугие полноразмерные наушники. Собственно, поехали. Пришел аппарат в очень компактной картонной коробке с логотипом производителя и подробным списком технических характеристик с обратной стороны. Внутри лежала, конечно же, инструкция по эксплуатации, естественно, сам девайс, переходник с Type-C на стандартный USB разъем и короткий Type-C кабель в матерчатой оплетке. Сам девайс тяжеленький, выполнен на металлическом каркасе и несет на себе индикаторный светодиод спереди, еще один светодиод сбоку и кнопку для переключения уровней усиления. Всего их три и именно за этот момент отвечает расположенный рядом светодиод. Верхний же, по требованию МКА, ответственен за качество выдаваемого нам сигнала. С одной стороны торца мы имеем, как обычно, Type-C вход, а с другого классический выход на 3,5 мм. Пользоваться же девайсом элементарно. Type-C напрямую или через переходник идет в компьютер, планшет, приставку или смартфон, а с обратной стороны подключаем любые имеющиеся у вас проводные наушники. Из плюсов хочется отметить отсутствие сколь-либо значительного нагрева, шума в паузах и просто гигантский задел по громкости. На компьютере и плеере Hi-B Music на смартфоне я не поднимал уровень выше 15%, то есть ЦАП легко раскачает даже 250-омные мониторные наушники. Для этого он, собственно, и предназначен. Напомню, что выходная мощность у Beam 3 Pro составляет 150 мВт на 32 Ома нагрузки и это на стандартном джеке 3,5 мм. Потребляет девайс тоже немало, на 5 В это 0,130 А. Это, конечно, солидное значение, однако для современного стандарта батареи в смартфонах не особо существенное. Аккумулятора хватит надолго. Интересно, что при переключении уровней усиления потребление ЦАПа не меняется. Прежде же, чем говорить о возможностях девайсов в плане операционных систем, обязательно нужно упомянуть, что на китайской версии сайта я нашел целых два пакета прошивок. Первый набор давал выбор стандартная прошивка с поддержкой гарнитуры и прицелом на WASEPI, с поддержкой ASIO, но без микрофона, поддержка для наушников 200-600 Ом и улучшенная прошивка для Tidal. Там же лежал драйвер для ASIO, который, на удивление, оказался от XMOS. Такого в мобильном ЦАПе я даже представить не мог, поскольку это задел для стационарных девайсов. Ну это просто сверх круто. Ну и рядом находился еще один архив, на этот раз с прошивками для всех устройств от этого бренда, где я обнаружил обновления для ASIO и Tidal. Все прошивки от 2022 года, то есть прямо свежачок. Отсюда следует, что каждый сам творец своего счастья. Хотите максимальное качество и поддержку ASIO? Пожалуйста. Нужна поддержка гарнитуры без проблем. Ну а хотите использовать очень тугие на раскачку наушники? Тоже здесь все для вас продумано. Под Android и iOS САП работает на всех приложениях и стриминговых сервисах, в том числе и посредством BitPerfect с аппаратной регулировкой уровня сигнала. Из форматов поддерживается PCM до 32 бит 768 кГц, DSD 512, аналогичного же класса DXD и, конечно, современный MQA. Выше разрешение еще, друзья, не изобрели. Это самый топ. Ну и как отдельную фишку производитель заявляет поддержку современных игровых приставок, причем переключение режима работы производится здесь автоматически. Измерения я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц на аудиоинтерфейсе Moto M4 и, как несложно догадаться, все пункты оказались в положении отлично. Прекрасная кривая АЧХ, шумовая полка от минус 150 до минус 140 дБ, просто превосходный динамический диапазон и искажения ниже уровня минус 110 дБ, а гармонические так вообще ниже уровня минус 120 дБ. То есть в техническом плане все просто шикарно, без каких-либо оговорок или сносок. Ну и так как измерения снимались на максимальном уровне мощности и громкости, понятно, что при обычном использовании все вообще волшебно. Звучит Audirect Beam 3 Pro с хорошим таким уклоном в скорость, техничности и отработку разнообразных переходных характеристик. Если сравнивать его с ближайшими конкурентами, то Colorfly CD M1 кажется теплее, мягче и мелодичнее. В положительную сторону у Colorfly отмечу еще построение сцены в глубину и отрисовку образов задних планов. В остальном же герой обзора оказывается более предпочтительным. Напомню, что сравнение я произвожу исключительно с небалансных выходов. Acme Magic Sound 4 имеет еще больший уклон в музыкальность, оттого скорее напоминает последние модели от Tempo Tech, у которых заметно лучшая выразительность и эмоциональная составляющая. Если же оценивать Beam 3 Pro в контексте отличий между Sonata HD 3 и HD 5, то по построению сцены герой обзора все-таки ближе к тройке, поскольку имеет достаточно цельное такое музыкальное полотно. Разделение образов здесь естественно гораздо сильнее выражено, чем Sonata HD 3, ну и до уровня HD 5, не дотягивает. То есть та самая золотая середина. Реальную же конкуренцию Beam 3 Pro, на мой взгляд, представляет Sub X-Dueling 2 балл. Вот это поистине чистое, детальное и сверхтехничное звучание. Просто невероятно прозрачное и четкое. Герой обзора на его фоне имеет легкое смягчение, небольшой уклон в музыкальность и чуть меньшую проработку сцены в глубину. Но это лишь при прямом сравнении, как говорится, лицом к лицу. А так я бы их оценил как равные по возможностям аппараты. В обоих случаях упор делается на скорость, драйв и отрисовку как в микро, так и на макроуровне. Отчего даже мельчайшие нюансы исполнения и особенности игры оказываются как на ладони. И это не говоря о тембральной проработке каждого из инструментов. Просто шикарные атаки, глубина и динамика у низких частот, приятная своей массивностью и легкой мелодичностью середина и абсолютно полноценные верха со всей той продолжительностью и слоистостью, которые позволяют услышать ваши наушники. Если производить сравнение, то по своим возможностям звук OutDirect Beam 3 Pro я бы сравнивал с плеерами около 300 долларов. Современные бюджетники, как это не печально, играют просто на порядок проще. Так что при выборе плеер или ЦАП примерно за 150 долларов гораздо лучший звук даст именно ЦАП. По отношению стилистики каких-то особых ограничений лично я не вижу. Даже сверхскоростные жанры отрабатываются героем обзора ну просто на ура. Пробовал тяжелый металл, разноплановую электронику, клубный джаз, соул, хип-хоп, всяческую популярную и авторскую музыку весьма достойно. Единственное, в сложной инструментальной оркестровой музыке у инструментов задних планов хотелось бы иметь чуть лучшее очертание, и разрешение. Но это, пожалуй, все, до чего я хоть как-то смог докопаться. Ну и приоткрою еще один секрет. На той прошивке, что я получил данный девайс, он мне не очень понравился. Однако после прошивки на версию ASIO, которая без микрофона, звук стал заметно серьезней и все мои изначальные претензии рассыпались в прах. Оттого не поленитесь обновить девайс. Весь необходимый инструментарий я, естественно, друзья, вам приложу. В остальном, то звучание, что вы услышите, куда сильнее будет зависеть от выбранных живыми наушников. Я гонял BIM-3 Pro с в меру тугими планарами TIN Hi-Fi P1 Plus и 7 Гц Timeless, а также разнообразными чисто динамическими внутриканальными наушниками BQIS OTHEM, Tripavin Alina, Kine Raidun Golden 2.0 и Wiser Kallen He 0.3D. Из достойных по звучанию полноразмеров под рукой оказались тоже Tripavin H1. И скажу откровенно, герой обзора легко раскачал их все. Что в случае тугих полноразмеров на 3.5 мм джеке, просто как глоток свежего воздуха. Это не те жалкие 20-40 мВт, что нам предлагают недорогие профессиональные интерфейсы от Focusrite или Moto. В BIM-3 Pro вы получите действительно четкое, в положительном смысле резкое звучание, способное к подробной прорисовке музыкального полотна, отработке скоростных атак и построению даже акустически сложной сцены. А это уровень реально серьезной аппаратуры. Итогом, мобильный ЦАП Audirect BIM-3 Pro мне понравился своим сменным кабелем, поддержкой гарнитуры, тремя режимами работы усилителя, просто невероятной для 3.5 мм разъема выходной мощностью в 150 мВт на 32 Ом нагрузки и поддержкой PCM до 32 бит 768 кГц, DSD 512 и популярного на сегодня MQA формата. В минусы вынесу лишь достаточно внушительное энергопотребление, которое легко объясняется его выходной мощностью и необходимость прошивать для получения максимального качества звучания. Для тестирования я использовал прошивку с поддержкой ASIO без микрофона. Звучит же герой обзора очень чисто, детально, с легким акцентом на мелодичности и отличной отрисовкой всего частотного диапазона. Уверен, для тех, кто ценит прежде всего техничность и драйв, BIM-3 Pro точно придется по вкусу. Ну а если вы предпочитаете довольно тугие на раскачку профессиональные наушники с джеком на 3.5 мм, то данный ЦАП буквально создан для вас. Да и измерения сами говорят за себя. Аппарат нереально крут и легко может поспорить с лучшими представителями этого же типа и класса. А на этом у меня все. Это был мощнейший мобильный ЦАП Audirect BIM-3 Pro, всем добра, всем пока-пока, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.